Морозы не покинут территорию края всю ближайшую неделю, пишут корреспонденты информационного портала Толк и публикуют несколько советов для жителей, что можно, а чего нельзя делать при обморожении. Так вот, категорически нельзя принимать горячую ванну, обтираться снегом, смазывать пораженные участки мазью. Что нужно сделать, если вы уже обморозились и как избежать обморожения? Читайте на толке. Корреспонденты «Комсомольской правды» Барнаул пытаются разобраться, как в Барнаульском морге могли перепутать покойниц. Они беседовали с агентом, который занимался похоронами, и девушкой, которая лично знала усопшую. 22 января при прощании в ритуальном зале выяснилось, что близкие пришли проститься совсем с незнакомым для них человеком. Случайная подмена произошла, потому что умершие женщины оказались полными тезками, рассказал похоронный агент. Если сейчас у родственников перепутанной женщины претензии к сотрудникам морга, читайте на страницах комсомолки. Добавим, что прокуратура и Краевой Минздрав проводят проверку по данному факту. Проблемные участки в Барнауле будут чистить от снега вручную, пишут аргументы и факты Алтай со ссылкой на пресс-службу мэрии. В городской администрации уже составлен график с перечнем тротуаров, ширина которых меньше метра, а также где уборки мешают ветви деревьев. Корреспонденты напоминают, что из-за роста пациентов в травмпунктах Барнаула прокуратура провела проверку и потребовала от мэрии лучше убирать улицы от снега и наледи. Администрация Наукограда утвердила новый обоснованный тариф на проезд в городском электротранспорте. Он составляет 25 рублей 85 копеек. К слову, с июня он подорожал на 2,5 рубля. При этом жители платят за проезд в трамваях 17,5 рублей. Разницу трамвайного управления компенсирует город, пишет бейский рабочий. Барнаульский приют Ласка приглашает на любительские лыжные гонки с собаками, пишет московский комсомолец на Алтае. Состязания пройдут 3 февраля на Барнаульском ипподроме. Принять участие в забеге могут владельцы собак любого возраста и любой породы, а если у вас нет четвероногого друга, его предоставят организаторы. Регистрировать участников начнут в 12 часов. Подробности забегов читайте на московском комсомольце.